Иностранные давят, а русскому дают зеленый свет. Как российское эмбарго поднимает отечественное производство? Открыли вот эту сеть наших торговых павильонов, которых у нас до последнего времени было шесть этих павильонов, в которых мы принципиально не торгуем больше ничем, кроме нашей продукции. Импрессионизм в фотографиях. Уникальная фотовыставка в Пущино. Я считаю, что Светлана – это, в принципе, будущий классик. Серпухович побил собственный рекорд. Ну, я немножко поднимаю и больше бывает, но там все-таки волнение, усталость, столько с дороги сразу. Ну, результат хороший. Генпрокуратура уже целые сутки отвечает на звонки. Жалобы о продаже запрещенных в России продуктов поступают со всех регионов. Ведомсти уже не сомневаются. Общественный мониторинг позволит обнаружить некачественные товары намного быстрее. Андрей Иванов узнал методику работы горячей линии и как изменилась жизнь серпуховичей за год после введения санкций на иностранные продукты. Телефон горячей линии Генпрокуратуры по запрещенным продуктам разрывается от количества входящих звонков. Новая линия для жалоб работает всего сутки, но обращений уже десятки. В целях защиты национальных интересов Российской Федерации указом президента от 6 сентября 2014 года за номером 560 введен запрет на ввоз продовольственной продукции, поставляемой из США, стран Европейского Союза, Албании, Австралии, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Норвегии и Черногории. Правительством Российской Федерации определен перечень таких товаров. В него вошли колбасы и иные мясные продукты, рыба и морепродукты, фрукты, орехи, овощи, замороженное и свежее мясо. Ответные меры на западные санкции оставили Европу без российского рынка. По приблизительным оценкам иностранные фермеры за 12 месяцев потеряли около 5,5 миллиардов евро. Правда вот из-за санкций увеличился и приток контрабанды. Такую продукцию уничтожают прямо на месте. В целом на корзину покупателей исчезнувшие товары сильно не повлияли. Возможно потому, что при соотношении цена-качество покупатели предпочитают отечественные продукты. Я особенно дорогим продуктами не пользуюсь. Я только за российскую промышленность. Даже еще когда не было никаких эмбарго и всего остального, всякие, как к нам относятся, там Латвия, Литва, к примеру, Эстония, я никогда не брал их продукты. Принципиально не брал. Кроме того, исчезновение иностранных товаров вызвало настоящий бум в отечественном производстве. Так в магазинах стали появляться такие товары, которых раньше никогда не было. Например, в Истонинском районе начали изготовлять российский пармезан. А в Сербхове промышленники впервые получили возможность запустить целую сеть собственных магазинов. Открыли вот эту сеть наших торговых павильонов, которых у нас до последнего времени было шесть этих павильонов, в которых мы принципиально не торгуем больше ничем, кроме нашей продукции. Ну еще, кстати, мы там мукой торгуем, ну как бы такой уж, настолько сопутствующий товар. А так мы торгуем только своей продукцией. Чтобы осложнить жизнь контрабандистам, депутаты от ЛДПР, например, предлагают дополнить закон о торговле. Пока в постановлении правительства прописан лишь запрет на ввоз, но не на продажу. Случаи, когда торговые сети использовали этот пробел, уже есть. Эмбарго продлится по меньшей мере до августа 2016 года. Правда, тогда вполне возможно, что иностранным продуктам вовсе не будет места на нашем рынке. Андрей Иванов, Николай Сертаков, ОТВ, Сербхов. В Пущино завершилась фотовыставка калужского автора, лауреата Всероссийского фестиваля «Молодые фотографы России» Светланы Тарасовой. Авторская выставка романтики сделана в очень интересной манере. На первый неискушенный взгляд кажется, что это работы художника-импрессиониста. Фотовыставка Светланы Тарасовой необычна во всем, начиная от манеры исполнения до составления экспозиции. Фотографии, снятые в Крыму, обработаны таким образом, что на первый взгляд напоминают акварели. Манера исполнения так и называется – фотоимпрессионизм. Одно из течений пикторианской фотографии, появившейся в конце 19 века. Фотографии сделаны на обычной фотобумаге, но с применением самых невероятных техник. Светлана работает и в смешанной технике, то есть это идет фотография, это может быть компьютерная обработка, это может быть, она работает с разными объективами, то есть это и монокли, специальные мягкорисующие объективы, это и различные оптические фильтры, то есть это использование вазелина, использование воды, через которую снялась. Она рассказывала, что даже что-то она пыталась снимать, замораживая на защитном фильтре воду до кристаллов льда, и потом зимой через это снимать и смотреть, как искажается вот этот рисунок. Благодаря этим техникам автор передает зритию свои ощущения, исчезает деталировка, подробности изображения и возникает новый образ. Фотоработы насыщены воздухом, влагой, закатной романтикой, покоем, мягкостью и рождают ощущения неких смутных воспоминаний. Фотовыставка романтики – это скорее мультимедийный проект, который требует двойного прочтения. Здесь визуальную информацию и настроение поддерживают эпизоды из повести Константина Паустовского «Романтики». Работы Светланы Тарасовой в своем роде уникальны. Я считаю, что вообще, что Светлана – это, в принципе, будущий классик, потому что такого я не видела. Фотовыставка Светланы Тарасовой «Романтики» экспонировалась в Пущинском доме культуры и молодежи полтора месяца. Через два дня начнется перемонтаж на авторскую выставку пущинского фотографа Алексея Михайлова, который откроется 27 августа в 7 часов вечера. Елена Киселева, Александр Поваляев, Общественное телевидение «Серпухов». И грустная новость. Сегодня стало известно, после тяжелой и продолжительной болезни на 68-м году жизни скончался директор музейно-выставочного центра Анатолий Редькин. Как искусствовед, Анатолий Иванович 20 лет своей жизни посвятил музейной работе. В 90-х работал в администрации города заведующим отделом культуры, был председателем комитета по работе с общественностью и связям со средствами массовой информации. Потом заместителем главы по гуманитарным вопросам. Награжден знаком за заслуги перед городом Серпуховым. Прощание с Анатолием Ивановичем состоится 21 августа с 16 до 19 часов в здании МВЦ, улица Горького, дом 5-Б. Отпевание состоится утром 22 августа в Храме Всех Святых, Рапфаковский проезд 2. Похороны пройдут на Бутурлинском кладбище. Страна в поисках талантов. Госконцерт объявил о поисках новых композиторов и певцов. Их песни могут появиться в эфире радиостанции «Объединение», пишет в своем сообщении Госконцерт. К сотрудничеству приглашаются композиторы, музыканты, поэты, педагоги и родители участников программ «Голос, дети, новая волна», «Детское Евровидение» при условии наличия у них собственных песен. Участие могут принять и молодые авторы, и те, кто раньше не имел возможности получить место в эфире в связи с наличием различных барьеров. Мировой рекорд весом в 120 килограмм. Серпухович Геннадий Абмелюхин стал победителем в четырех номинациях на международных соревнованиях по пауэрлифтингу в Курске. Нашему телеканалу чемпион рассказал, как это было. Пять дней с утра до вечера, сразу на двух помостах. Полторы тысячи спортсменов со всего мира боролись за первенство по пауэрлифтингу. Среди них наш земляк Геннадий Абмелюхин. Член клуба «Инвалидов» и в этот раз снова убедил весь мир в своих неограниченных возможностях. Я так и хотел показать этот результат. 120 килограмм я поднял. Я немножко поднимаю и больше. Бывает, но там все-таки волнение, усталость. Срок с дороги сразу. Результат хороший. Для него это уже четвертые мировые соревнования и четвертая по счету победа. Абмелюхину не привыкать. Еще с детства Геннадий не раз становился чемпионом по волейболу. С возрастом сменил мяч на многокилограммовые блины. Результатов добился впечатляющих всего за несколько лет. Только с этих соревнований он вернулся золотым призером в своей номинации по жиму с экипировкой. Без экипировки и народному жиму. Одна из причин на этот чемпионат, потому что там можно устанавливать рекорды мира и Европы. На многих соревнованиях, которые здесь у нас проводятся, даже в Серпухе, будут токские богатыри. Тут ничего, тут в лучшем случае рекорд области. А здесь уже статус, что можно установить чемпион мира. Для серпуховского спортсмена не существует преград ни по возрасту, ни по здоровью. Даже на пенсии Геннадий практически каждый день устраивает себе многочасовые тренировки. Когда вернулся с чемпионата, Геннадий Абмелюхин приступил к новой тренировке. Впереди областной чемпионат настроен исключительно на победу. О ваших сообщениях мы ждем по телефонам редакции 128 101 и 128 151. Все наши новости вы можете посмотреть на официальном сайте города Серпухова, на сайте редакции otv.defismedia.ru, а также в социальных сетях Twitter, Facebook и ВКонтакте. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова